Муслим Магомаев Муслим Магомаев Муслим Магомаев 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 Муслим продолжал посещать музыкальную школу при Бакинской консерватории, однако похвастаться успехами мог только наполовину. Если занятия с альфеджио, фортепиано и вокалом оценивались по высшему балу, то успехами по химии, физике и математике он похвастаться не мог. Как говорил сам Муслим, во время этих занятий у него как будто бы происходило отключение мозга. Зато Магомаев приглянулся профессору и виолончелисту Владимиру Аншеловичу, который и взял шефство над талантливым учеником. С помощью наставника Магомаев научился филировать голос. Благодаря этому умению начинающий певец справился с предложенными ему партией фигаро из оперы «Сивильский цирюльник». Муслим очень рано начал свою творческую биографию. Ему было всего 15, когда он начал выходить на сцену Бакинского дома культуры. Родные опасались, что подросток сорвет голос, и не разрешали ему петь в полную силу. Но он продолжал выходить на сцену тайком от семьи и срывал первые овации своей жизни. Красавец Муслим привлекал к себе пристальное внимание всех юных студенток музыкального училища в Баку. Но он остановил свой выбор на одной – Офелии. Влюбленные долго не раздумывали, вскоре сочетались с законным браком, который потом сами же назвали ошибкой. Спустя год с момента регистрации брака они расстались. Даже рождение дочери Марины не спасло их брак от краха. Дочь Муслима от первого брака Марина обладала музыкальным даром своего звездного отца. Она училась в музыкальной школе, овладела фортепиано, однако выбрала другой путь в жизни, не имеющая никакого отношения ни к музыке, ни к вокалу. Она вышла замуж за Александра Козловского, сына Геннадия Козловского, автора стихов композиции «Синяя вечность», которые пополнила репертуар Магомаева. Супруги живут в Штатах, там же родился и внук Муслима, Ален, который Магомаев успел увидеть. Дочь продолжала общаться с отцом до самого его смерти, причем отношения их были очень теплыми. Еще будучи женатом на Феллии, Магомаев начал роман с Людмилой, москвичкой, музыкальным редактором одной из радиостанций. Романтические отношения продлились не один год и закончились после отъезда Людмилы в США. Эмигрировала гражданская жена артиста не одна, сыном Муслима Данилиэлем, который музыкант так и не признал. На протяжении всего времени, что Муслим учился в музыкальном училище, он занимался совершенствованием своего вокала. В 1959 году Муслим Магомаев получил диплом об окончании музыкального училища. Дебют Магомаева в качестве профессионала состоял в 1961 году, когда он выступал вместе с ансамблем песни и пляски бакинского военного округа. Спустя год в репертуаре Магомаева появилась композиция «Бухенвальский набат», с которой он вышел на сцену молодежного фестиваля в Фельсинге. Чуть позже, но в том же, в 1962 году, к певцу пришла всесоюзная слава. Это случилось после его участия в фестивале азербайджанского искусства, который проходил на сцене Кремлевского дворца. Свой первый сольный концерт теперь уже известный певец сдал в 1963 году. Для дебютного выступления он выбрал концертный зал имени Чайковского. В то же время Магомаеву принимают на службу в Азербайджанский театр оперы и балета имени Ахунтова в качестве солиста. В 1964 году музыкант отправился в Италию, где на протяжении двух лет стажировался в Милианском театре Лоскало. В 60-е годы Муслим много гастролирует по СССР, участвует в музыкальных постановках. Он получает приглашение от Большого театра, куда его зовут солистом. Но певцу абсолютно не хочется сокращать свой репертуар до оперы. В середине 60-х у Магомаева состоялся гастрольный тур в Париж. Магомаев также очаровал директора, что он предложил певцу годичный контракт. Он говорил, что Муслима ждет в Париже мировая слава, и музыкант всерьез рассматривал это предложение. Однако окончательную точку в этом вопросе поставило Министерство культуры Советского Союза. Азербайджанскому вокалисту недвусмысленно намекнули, что его присутствие обязательно во время всех правительственных концертов. Во время пребывания в Париже Магомаев узнал, что стал фигурантом уголовного дела. Оказывается, во время выступления ансамбля песни и пляски тонских казаков, Муслим должен был выступать только в одном из отделений. Но вместо этого пробыл на сцене свыше двух часов, заработал тройную оплату. Певец спокойно получил гонорар, так как его уверили, что эту ставку одобрило Министерство культуры. Об открытии уголовного дела Магомаев узнал как раз во время выступления на сцене Олимпии. Певец понял, что если не вернется, то подставит под удар свою семью, поэтому отказался от выгодного контракта и вернулся в Советский Союз. Тогом судебных разбирателей стал запрет на концерт вне пределов Азербайджана. У Магомаева появилось свободное время, и чтобы провести его с пользой, певец снова сел на студенческую скамью. На этот раз по классу вокала Бакинской консерватории. Международный фестиваль 1969 года в Сапоте принес музыканту первую премию. От Каннского международного фестиваля грамзаписи и музыкальных изданий Магомаев удостоился золотого диска. Таким образом были отмечены грампластинки, выходившие миллионными тиражами. Муслиму Магомаеву исполнился всего 31 год, когда ему произвели звание народного артиста Азербайджанской ССР и СССР. После состоящегося в 60-х конкурса красоты в Ереване, Бабаджанян написал музыку, ставшую впоследствии одним из лучших хитов Магомаева «Королева красоты». Композиция участвовала в конкурсе «Лучшая песня» 1965 года и стала победителем. Прекрасная композиция «Синяя вечность» получила не меньшую популярность в исполнении Магомаева. Автором стихов к ней был Геннадий Козловский, друг Муслима из Баку. В 60-70-х годах карьера музыканта находилась в своей пиковой точке. Во время концертов по городам Советского Союза и зарубежным гастролям певец собрал тысячные стадионы. Его приветствовали лучшие мировые оперные и концертные площадки мира. Муслим Магомаев побывал с гастролями во многих странах Европы. Германии, Франции, Польши, Финляндии, Болгарии. Их результатом были колоссальные прибыли, поступавшие в бюджет СССР. Сам певец имел с них разве что мировую популярность, а вот в денежном выражении не получал никакой выгоды. Он срывал овации у зрителей Олимпии в Париже. Ему предлагали выгодные контракты на Западе. Однако певец не рискнул благополучием своей семьи и всегда возвращался обратно в СССР. Магомаев тесно сотрудничал с композитором Арноба Баджиняном. Его репертуарой было много песен на его музыку. Песни «Лучший город земли», «Свадьба», «Солнце мазаренный», «Чертово колесо», «Ноктюрн» стали лучшими в его репертуаре, а слушатели подхватывали их буквально на лету. В 1972 году в личной жизни артиста появилась певица Тамара Синявская. Их знакомство произошло в Баку во время декады русского искусства. На тот момент Тамара была замужем, но это не стало большим препятствием для двух улюбленных. Впереди их ждало еще одно испытание – разлука. Тамара на целый год уезжала на стажировку в Италии, и они с честью выдержали эту проверку своих чувств. После того, как она вернулась, влюбленные больше не расставались. Официальное оформление отношений состоялось в ноябре 1974 года. Их семейную жизнь можно было сравнить с американскими горками. Они оба были звездами, они обладали сильными и уступчивыми характерами, поэтому процесс притирки шел долго и трудно. Но они любили друг друга, а любовь, как известно, способна творить чудеса. Супруги прожили вместе до самой смерти муслима. Они любили отправляться на отдых в Баку, им нравилось готовить шашлык на берегу Каспийского моря, любоваться закатами и восходами. Весной они приезжали на дачу под Москвой, где проводили летние месяцы. С удовольствием занимались садоводством, вырастили прекрасный сад, настоящим украшением которого стала Альпийская горка. Муслим увлекался живописью, писал музыку и аранжировку на популярной мелодии. В 1975 году музыкант стал руководителем созданного им же эстрадно-симфонического оркестра. Эту должность он занимал на протяжении 14 лет. Вплоть до 1989 года Магомаев и его музыканты постоянно гастролировали как по Союзу, так и за рубежом. Певец занимался популяризацией в СССР современных западных музыкальных направлений, чем вызывал недовольство высшего партийного руководства страны. В его исполнении впервые в СССР прозвучала композиция «Естри» из репертуара прославленных битлов. С 1998 года Магомаев больше не выходил на сцену. Он придерживался мнения, что каждый талант должен быть реализован вовремя и что злоупотреблять этим временем нельзя. Последние 10 лет своей жизни Магомаев занимался живописью. Жил в столице, создавал собственный веб-сайт для общения с поклонниками его таланта. Лучшим другом муслима на протяжении десятков лет оставался президент Азербайджана Гейдар Алиев. После того, как его не стало, в 2003 году артист замкнулся в себе. Он все чаще страдал от болезней легких и сердца, которые усугублялись его привычками выкуривать до трех пачек сигарет в день. В те годы должность министра культуры в Азербайджане занял палат «Бульбуль Аглы», с которым у муслима возникла ссора. Магомаев часто критиковал политику, которую внедрял новый министр в культурную жизнь страны. В 2005-м муслим Магомаев стал гражданином Российской Федерации, но не переставал считать себя азербайджанцем. Азербайджанская диаспора в России объединилась в общероссийскую общественную организацию, одним из руководителей которой был и Магомаев. Последняя композиция муслима Магомаева под названием «Прощай Баку» на стихи прославленного русского поэта Сергея Есенина вышла в 2007 году. Муслим Магомаев оставил свою профессиональную деятельность в результате обострившихся проблем со здоровьем. Он уже не мог выходить на сцену и отправляться на бесконечные гастроли. Великий артист умер 25 октября 2008 года на руках у своей любимой жены Тамары. В концертный зал имени Чайковского пришли те, кто хотел попрощаться с легендой советской эстрады – родные, близкие, поклонники. Артиста кремировали и, согласно его завещанию, похоронили в родном Баку. Местом его упокоения стала аллея почетного захоронения. Рядом со знаменитым дедом Абдулому Сангалимом Магомаевым. Память о великом певце живет в названии «Малой планеты Солнечной системы» в документальных и художественных картинах, снятых в разное время. В 2020 году был показан сериал «Магомаев», посвященный судьбе и творчеству великого артиста. Роль Магомаева исполнил талантливый актер Милаш Бикович. Его супругу воплотила на экране актриса Ирина Антоненко. В 80-летие со дня рождения великого артиста в России отметили показом сериала и нового документального фильма «Лучший голос земли», который вышли в эфире Первого канала в августе 2022 года.